В рамках проекта «Наши талантливые земляки» в Развилковской библиотеке прошла презентация выставки под названием «Рукодельница». Работа над проектом ведется уже не один год. В этот раз его своим творчеством поддержали две наши землячки – мастерицы ручной работы. На этой выставке представлены работы двух мастериц поселка Развилка – Надежды Антонович и Ольги Козьмук. Работы выполнены в разных техниках. Есть картины вышивка, есть вышивка бисером и лоскутное шитье. О том, когда предметы домашнего обихода превращаются в настоящее произведение искусства, и шла речь среди собравшихся. Надежда Николаевна, одна из двух рукодельниц, представивших сегодня на суд публики свое творчество, 12 лет назад переехала в Развилку из Москвы и ни разу не пожалела об этом. «Мне здесь очень нравится, потому что здесь спокойно, здесь все почти друг друга знают, здесь тихо, здесь поля передо мной совхозные, здесь с каждым днем и лучше и лучше становится в нашем поселке все красивее и красивее». Она и вяжет, и вышивает, и шьет, и кроит. Постепенно ее хобби превратилось в профессию. Надежда Николаевна имеет множество заказов от людей, высоко ценящих ее труд. Вторая героиня выставки Ольга Кузьмук показала собравшимся демонстрационный фильм, рассказывающий о ее творчестве. «Есть даже такая ассоциация лоскутных мастеров России, в которой я тоже состою». Каждый демонстрационный экспонат выставки можно было потрогать руками и даже примерить на себя. А в конце мероприятия мастерицы раскрывали свои профессиональные секреты и делились опытом со всеми желающими. Продолжим тему с членом Ассоциации лоскутных мастеров России, кандидатом социологических наук Ольгой Кузьмук. Ольга Леонтьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о вашем увлечении и с чего все началось. Все началось с того, что я в детстве начала придумывать и шить одежду. Потом я училась специально, получала дипломы, уработала в сфере моды. А несколько позже я узнала о выставке «Лоскутная мозаика» Музея декоративно-прикладного народного искусства в Москве. И сходила на эту выставку. И меня пленили те работы, которые я там увидела. Они меня пленили своей теплотой, красотой. И я ходила там очень долго. И я поняла, что это то, чем я хочу заниматься. Это то, что мне близко, понятно. И я сразу же начала это преподавать. А результаты ваших работ мы сегодня видим у нас здесь на столе. Расскажите об этих игрушках. Ну, это скорее не результаты работы, это предшественники, может быть, так сказать. Потому что это моя мама делала. Она титан рукоделия, хотя она не профессионал. Она инженер по образованию. Ну вот она придумала вот такие вот вязаные игрушки. И даже купили у неё много игрушек. И они уехали частично даже в другие страны. Так по миру они разошлись. То есть, получается, она передала в своё время вам некий опыт. А теперь вы передаёте свои знания? Обязательно, конечно. Но она мне передала, наверное, на генетическом уровне. Потому что я шью. А мама у меня не шьёт. Она вяжет. Я чуть-чуть вяжу тоже. А я обязательно передаю этот опыт детям. Потому что я очень много лет лоскутное шитьё преподаю. А ваше увлечение, оно приносит, может быть, какой-то доход? Вы не продаёте свои изделия? Мама когда-то продавала такие вот эти вот игрушки какое-то количество. Но доход мне приносит преподавательская деятельность. Это небольшой доход, но стабильный, так скажем. Ну, это всё-таки больше для души, наверное. Для души в том числе. Я же работаю, как положено. Поэтому, конечно, для души в большой степени. Ежегодно в городе Суздаль проводится фестиваль лоскутного шитья, который называется «Душа России». И вот недавно, в январе, в ГУМе прошла выставка «Душа России». Поэтому вот лоскутное творчество – это в большой-большой степени – это для души и выражения души наших мастериц. Вот я, сколько я была знакома с людьми, которые занимаются лоскутным шитьём, вот кого я знаю – это душевные и открытые, приятные люди. Вот это очень так характерно. Желаем вам дальнейших успехов в творчестве. Спасибо, что пришли сегодня к нам. А я напомню, что сегодня мы беседовали с Ольгой Кузьмук, членом Ассоциации лоскутных мастеров России и кандидатом социологических наук. Продолжение следует...